Привет! Вы любите картошку фри? Да, я тоже люблю, о чем речь вообще? Но все-таки не настолько, чтобы сделать себе плюшевую игрушку в таком формате. Единственная проблема этого телефона в том, что кто-нибудь может вызвать бригаду психиатров, увидев, как вы с кем-то разговариваете по бутылочке кока-колы. Хотите пить чай из мусорного бака? А, в смысле нет. Все, поздно, кружку уже сделали. Если что, фактория тут совершенно ни при чем. Я, конечно, слышал, что в Рязани грибы с глазами. Но я как-то не ожидал, что они могут быть настолько буквально с глазами. И вообще, когда на тебя начинают пристально смотреть мухоморы, значит, со сбором грибов пора завязывать. На дне чашки можно найти много чего неприятного. Какую-нибудь соринку или даже жука. Но найти на донышке глаз? Слушайте, это уже перебор. Можно его хотя бы таким реалистичным не делать, а? А где вы храните монетки? Создатель этого кошелька уверен, что идеальное место – это гамбургер. Просто представьте себе глаза людей, когда вы в магазине достаете гамбургер, чтобы расплатиться. И заодно представьте глаза людей, когда вы пришлете свои интересные фотографии по ссылкам в описании, а все их увидят и удивятся. Всего два вопроса. Как и зачем? Я не представляю, как куклу можно было затолкать в такую бутылку. Впрочем, зачем я тоже не представляю. Хотя, с другой стороны, кораблики в бутылках никого не смущают. Так почему кукла должна удивлять? Кажется, кто-то очень сильно ненавидит кукол Барби. Голова-флешка – это уже что-то из киберпанка. Да, конечно, теперь всегда буду деньги хранить исключительно в подошве. Особенно, если подошва прозрачная, чтобы всем было видно мои сбережения. Вот бы кто-нибудь придумал такую специальную штуку для хранения денег. Ну, кошелек, например. Я не знаю, как это комментировать. Честно, как можно прокомментировать два чайника, которые стоят у вас на столе на своих ногах? Дурдом какой-то, а не чаепитие. Чем бы украсить стену? Если нет идей, то просто лепи на стену эскимо, а потом наблюдай, как оно красиво тает, стекая по стеночке. Знаете что? Это хамство! Я не позволю, чтобы какие-то несчастные свечи так вели себя в моем доме. Хотя некоторым это, похоже, нравится. Ведь для кого-то же сделали этот шедевр. Подставку для чашек можно сделать в виде чего угодно. Ну, то есть буквально любую форму, цвет и размер. Так почему их сделали в виде ломтиков хлеба? Кажется, шкуру Шрека пустили на кроксы. Выглядит это как минимум странно, а как максимум жутко. А что, есть какое-то правило, где написано, что туфли нужно надевать строго поверх колготок, а не наоборот. Раз с законом не запрещено, значит можно. Хочется назвать этот удлинитель поросенком, но тогда это будет какой-то поросенок-мутант, у которого пятачки по всей площади тела. И я не хочу знать, где обитает эта фантастическая тварь. Ей место в фильмах ужасов. Кому и зачем нужны обычные носки, если можно купить себе вязаные утиные лапки? Да, знаю, выглядит странно. Зато никто не будет вам задавать слишком умных вопросов, пока вы в этих носках. А так, понятно, что у человека с головой беда. Чего его еще вопросами грузить? Вот что, серьезно? Других подсвечников в доме не нашлось? Черные свечи можно было поставить только в голову кукол, чтобы все, кто это увидел, пугались да и коты? Эй, псс, у тебя там на спине, ну, как бы сказать, сидит огромная зеленая лягуха. И мне кажется, это ненормально. Интересно, а в этом доме вообще унитазом кто-то пользуется? Или никто не успевает до него добежать, увидев такой шедевр с самфаянца? Где хранить куриные яйца? Ну, в черепе, разумеется. А вы что, разве их не в черепушке храните? Странно, очень странно. О, лягутены! Ну, а что поделать? Какая обувь, такие и бренды. И вообще, как еще называть сапоги с лягушачьими мордами? Мне вот просто интересно, что должно происходить в голове у человека, чтобы он сначала сшил кучу плюшевых огурцов, а потом начал их запихивать в банки. Как после этого верить, что мы живем в разумном мире? Еще лучше. Хотите мозги в яблочке? То есть, кто-то серьезно сделал плюшевый мозг, а потом запихал его внутрь яблока. Мне кажется, у него серьезные психологические проблемы. Так, а вот это уже серьезно. Перед вами не что иное, как щенок пекинской капусты. Главное, детям такую игрушку не дарите, а то будет очень сложно объяснить, что это за существо. Ну хорошо, когда пенал снаружи выглядит как рыба. Это я еще могу понять. Но кто додумался нарисовать внутри хребетик? То есть, кому-то реально нравится хранить карандаши в потрошенной рыбе? Хотите себе такой тостер? Каждый раз скучный завтрак будет превращаться в настоящую истерику на столе. Тостер орет. Тосты орут. Но в такой компании и самому не грех поорать. Чехол для телефона с кошачьими лапками. Надеюсь, он хотя бы в тапки не нагадит. А то котам я не доверяю. Даже нарисованным. Ну а как по-вашему должен выглядеть ключ от стоматологии? Разумеется, в виде вставной челюсти. Хотя есть у такого необычного дизайна неоспоримый плюс. Если вы потеряете ключ, никто его не поднимет. Эй! Уберите ваше седалище с моего лба! Ему вообще как? Комфортно сидеть на статуе? Нигде не давит? Вот. Другое дело. Лучше посидеть на крабике. Хотя он такой подозрительно реалистичный, что я бы побоялся приближаться к его клешням. Скучаю по тем временам, когда аквариумы были милыми уголками живой природы. Теперь в моде аквариумы в виде каких-то слез. А что такого? Это фамильная челюсть. Принадлежала еще прабабушке. Не выбрасывать же такую семейную реликвию. Вот поэтому и сделали из нее зеркальце. Фуу. Простите, вы серьезно? Кому-то действительно понадобилось кольцо в виде отвратительного слизняка? Такое ощущение, будто кто-то соплю вокруг пальца обернул. Знаете, а вот это мне нравится Эдакая скатерть-самобранка для незваных гостей Посмотрели на еду и будет Опять же, и посуду потом мыть не надо Сплошные плюсы Может быть, в душевый моль? Да вы не торопитесь отказываться Лучше посмотрите, какое шикарное платье в виде крылышек моли продают Если вам тоже есть что-то показать То не забудьте прислать свои фото по ссылкам в описании Кроссовок Аквариум Это вот зачем? Кто-то правда думал, что рыбки мечтают жить внутри кроссовка? Вы не поверите Это диван! Да, в виде запеченной картошки с сыром Особенно мне нравится подушка в виде кусочка сливочного масла Не знаю, как вы Лично я хочу перекусить, глядя на этот диван Я почти уверен, что это ненормально Если руки чешутся что-нибудь связать Но идеи закончились окончательно Тогда свяжите свитер для коробки молока И не надо меня спрашивать, зачем он нужен Я просто подкинул идею Смысл уж как-нибудь сами придумайте Когда я смотрю на вентиль крана, который торчит из чего-то уха У меня в голове вертится всего один вопрос Вода тут идет тепленькая или холодная? А вот почему бы и нет? Перет яйцо Вообще-то это очень оригинально Ходить с такой яичницей глазуньей на голове Спросите кого угодно Огнетушитель предназначен для того, чтобы тушить огонь Абсолютно любой огнетушитель, кроме вот этого Потому что кто-то додумался превратить его в зажигалку Вафельница в виде клавиатуры? А вы знаете, это не такая уж плохая идея Можно в каждую клавишу положить разную начинку Или чередовать сгущенку с нутеллой И нет, ничего не слипнется Скажите честно, вы бы поставили у себя дома такой стол-редиску? Это вообще каким фанатом редиски нужно быть, чтобы покупать такую мебель? А как насчет шарфа в виде гигантской измерительной ленты? Вот уж действительно нужно иметь очень специфический вкус, чтобы расхаживать в таком виде по городу Хотя, если вам приспичит измерить улицу, то шарфик может и пригодиться Вместо рычага переключения передач парень воткнул лыжную палку Говорит, что теперь, когда едет по городу, представляет себя на лыжах Ну вот что тут сказать, богатая фантазия Наверное, никто не хочет вернуться домой и обнаружить у себя на полу здоровенную зеленую кляксу Тогда зачем делать коврик в виде зеленой кляксы? Неужели нельзя выбрать более приятную форму? Вы знаете, это не то чтобы некрасиво Скорее, странно Очень-очень странно Я бы не хотел увидеть в парке дерево, обвешанное вязанными глазами Идеальное кресло для короля всех распродаж Владелец этого трона, сделанного из магазинной тележки Точно знает, где какие скидки и акции проходят в данный момент На фоне всего остального, чемодан-аквариум кажется практически нормальным Но нравится человеку везде гулять со своими рыбками Почему бы и нет? Все-таки свою бейсболку нужно стирать немного почаще Не дожидаясь, пока на ней начнут расти грибы Да с чего вы решили, что я хочу мыть полы в доме с зеленой лягушкой? И вообще, вы мнение самой лягушки спросили по этому поводу? Что-то довольная она не выглядит Да, друзья, это сумка Хотя понять это удается не с первого раза И даже не со второго Ну а что? Очень логично Ведь когда говорим по телефону, мы свое ухо закрываем? Закрываем Ну вот поэтому на телефонном чехле должно быть запасное ухо Которое будет видно всем Выбери следующее видео для просмотра Спасибо Спасибо